Привет всем, друзья! Сегодня, ну, по случаю оказались здесь же у нас в городе в одном месте. Ну, нужно было на тест просто, и мы находимся возле дома для пенсионеров. Заодно хотел вот поговорить о жизни старичков и пенсионеров в Канаде, здесь в частности в Квебеке. Вы знаете, здесь есть как бы, ну, таких три этапа, когда человек стареет, есть как бы три этапа, когда тебя списывают, в общем-то, из жизни. А первый этап, ну, грубо говоря, я смеюсь, конечно же, и немножечко утрирую, это совсем не так, но, если уж говорить по правде, то существует, ну, когда люди стареют, и уже, ну, им становится тяжело жить в собственных домах, в собственных каких-то квартирах, где все тяжело за всем этим ухаживать, то для них строятся огромные, ну, большущие дома стиля, стиля конда, где есть все абсолютно медицинские сервисы, сервисы по ухаживанию, ну, то есть как-то за ними там присматривают. В некоторых, в некоторых даже существуют медицинские сестры, вот, которые, ну, как бы за все это платятся, они платят это все, как обычную квартиру, вот, ну, в частности, вот видите, смотрите, вот у меня за спиной, вот, видите, вот это дом, шикарный дом стиля конда, видите, где вот они снимают свои квартиры и живут. Этот дом как раз вон напротив, напротив, за моей спиной прямо это госпиталь, видите, как все удобно, то есть здесь все очень классно, все устроено, здесь есть стоянки, здесь есть шикарные парковки, абсолютно все, то есть это обычная конда, оно стоит, ну, скажем, не дешевле, не дешевле, чем обычная конда, может быть, примерно столько же, ну, наверное, есть какие-то скидки, но этот дом специфично построенный, допустим, для стариков, которые в состоянии за собой ухаживать, то есть здесь нет лежачих каких-то больных, здесь нет, ну, каких-то там супер-супер тяжелых случаев. Это вот, ну, как бы наша такая, так называемая первая категория, первая категория старения. Немножко тяжело горит, потому что на улице минус 15, ну, я вот, вроде как, у нас это, у нас это почти как лето, тепло. Вот, смотрите, видите, я просто зашел вот, вот он, видите, какой огромный комплекс, видите, за моей спиной, огромнейший комплекс, а вокруг, а вокруг, видите, вот тихая улица, сзади это триплексы, это вот многосемейные дома, где обычные люди живут. Так вот, это как бы первая стадия, первая ступень, ну, так называемого старения. Когда ты уже вот становишься очень больной, и тебе очень тяжело жить, ну, вот в таком вот доме для стариков, ну, для того, чтобы, во-первых, поселиться в такой дом, нужны, ну, определенные, чтобы у тебя были медицинские условия, возрастные условия, то есть не каждый человек сюда может, ну, как бы, снять здесь квартиру, то есть это нужно соответствовать определенным условиям. Вот, второй уровень старения, это когда, это большущий такой разговор, потому что зачастую дети здесь за родителями не следят, то есть они их отправляют в так называемые дома престарелых, вот, дома престарелых там, где уже есть медицинский персонал, там, где за ними уже следят, кормят, вытирают задницы, моют их, ну, как бы, всякое такое. Ну, они еще, это вот еще как раз тот уровень, когда люди еще способны каким-то образом двигаться, общаться, то есть это уже дома престарелых. Да, это такое вот, такая здесь жизнь, дети совершенно не хотят, и это, здесь это как бы совершенно нормально. Здесь отношение родителей с детьми своеобразное, ну, это мы еще будем, будем с вами, будем с вами обсуждать, и будем обсуждать, и смотреть, и рассказывать, потому что, потому что, на самом деле, это очень интересно. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что про стариков здесь никто не хочет думать, потому что с момента, когда ты ушел на пенсию, ты вроде как становишься практически списанный материал, и ты, как бы, никому не нужен. Все, конечно, здесь на уровне политиков, на уровне всевозможных там организаций, которые на этом зарабатывают деньги, все трындят, что да-да-да, да-да-да-да, нам, мы старики, мы за ними смотрим, мы за ними заботимся, мы за ними то и это, но на самом деле здесь, как только ты старый, как только ты не приносишь какого-то дохода, а только требуешь там, ну, каких-то пенсий и условий, все, ты мертвое дерево, так называется. Вот. Так вот, это второй уровень, когда ты, когда тебя детки уже, как бы, говорят, что, ну, а что с папой, с мамой заморачиваться дома, если их можно просто отправить, и их пенсия и полностью идет на все вот эти вот услуги в жизни, вот в этих, вот в этих, как бы, домах. Вот. Таким образом, никто там не смотрит за лежачими родителями, за ними смотрит кто-то другой. За это все платится, детки иногда, иногда приходят, многие не приходят, ну, это уже другая история. И третья уже категория. Это вот такая уже, я так сразу с разгона и не переведу, но это такие, как бы, это уже при государственной, это как бы, есть и правит, есть государственные организации. Это когда уже люди, ну, очень, либо очень старые, либо очень больные. Ну, то есть они не ходят, они не в состоянии за собой следить, то есть, ну, такие, грубо говоря, лежачие. Лежачие в том смысле, что им уже меняют эти подгузники, их уже моют. Они, ну, короче, короче, капец, то есть, вот. Так вот, это самые, как бы, самые слабые, самые незащищенные. Для них государство, конечно, выделяет огромные, огромные субсидии. Эти деньги отбиваются всевозможными организациями и частными домами такими, вот. И государственными, но на самом деле, как я и сказал в самом начале, старики нафиг никому не нужны. Вот, поэтому ехать сюда стареть не нужно. Если у вас хорошие дети, и вы можете быть с ними, это лучше делать с ними, вот. Потому что здесь это, это все, вы никому не нужны. Что еще сказать про детей, про все эти дела? Отношения родителей с детьми здесь тоже точно такие же. Почему дети, скажем, не хотят, не хотят за родителями, за родителями смотреть постоянно? Потому что, ну, здесь такой, я не знаю, как бы это сказать. Это такой, ну, грубо говоря, порядок, что ли, это такая норма. Как только ребенку исполняется, там, 16-17 лет, они его сразу, типа, выгоняют, практически выгоняют из дома. Типа, ну, давай, типа, ты можешь сам, ты уже способен, ты уже готов, и нефиг тут делать. Поэтому отношения родителей с детьми достаточно жесткие. Зачастую они не оставляют, грубо говоря, квартиры в наследство. То есть, если даже родители состарились и уходят куда-то жить, грубо говоря, скажем, куда-то в кондо, они детям продают свои дома. Продают зачастую еще и дороже. Ну, то есть, такие, ну, если можно сказать, достаточно коммерческие отношения. Поэтому отношения, опять же, в каждой провинции это по-своему. То есть, ну, я говорю за Квебек, и здесь вот так. Здесь никто не цыцкается с детьми. Если мы за своими, там, детьми, там, вот, ну, да-да-да, как лучше, как там это, сколько надо, столько живите, то местное население 16-17 лет, как только пошел учиться, вышел из школы, все, до свидания, снимай квартиру и выживай. Ну, вы же понимаете, что это все хорошо, но когда ты еще молодой, выживать, то очень непросто, потому что снять квартиру сейчас стоят огромные деньги. А где эти деньги брать, потому что нужно еще учиться. Поэтому все, 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 абсолютно все, кто здесь учится, молодежь, они все работают. Вот, и работают достаточно много для того, чтобы заработать себе какие-то эти деньги на продукты, на жилье. И зачастую, так как ты не можешь снять один, снимается это большим кодлом, одна квартира, там, на 5-6 человек, у каждого, там, по комнате, даже не по комнате, а по дивану, по кровати где-то там. Ну, и вы же понимаете, как в такой обстановке кодлом можно учиться. И если есть кто-то, кто сидит там где-то на наркоте, то все остальные тоже будут курить. Вот и все. И вот так вот здесь это все происходит. Ну, разговор сегодня не об этом, а отношения детей и родителей мы будем обсуждать в других каких-то репортажах. Ну, сегодня вот разговор о стариках. И вот, как я уже сказал, вот, есть три этапа. Так вот, мы сегодня вот, ну, совершенно по случаю. Я решил просто этот случай не терять и отснять для вас. К счастью, взял с собой камеру. Вот этот, вот этот комплекс для стариков. Кстати, стоит он прямо на одной из самых центральных улиц города. Сзади вы видели, это достаточно спокойная улица. Ну, такая, жилая. А впереди я вот сейчас просто иду и покажу вам. Это проездная, большущая проездная улица. Ну, центральная улица, которая пересекает на километры, на километры наш город. Вот, и даже несколько городов, три города, если так взять. Вот, и видите, огромный трафик. Вот, смотрите. Вот, это госпиталь прямо напротив этого комплекса. Сейчас я сниму улицу. Немножко выставлю камеру. Вот, видите, что это, на что это похоже. Вот, это большущая улица. Здесь все торговые комплексы, клиники, всякая чепуха. Всякие шоколадные, мороженое и прочее, прочее. Это госпиталь. В госпитале, кстати, здесь есть скорая помощь, которая вон там находится. А есть клиника, так называемые, я не знаю, как перевести, наружные клиники. Ну, то есть, когда ты там чем-то заболел, у тебя там сопли, голова болит или там еще что-нибудь, то ты в госпиталь не идешь, потому что в госпитале тебе нужно будет ждать порядка 24-28 часов для того, чтобы увидеть врача. Поэтому ты идешь вот в такие экстерн-клиники, вот, видите, синее здание, вот это вот. Все туда идут, там огромные очереди, ну, там ты можешь, там работает несколько, там работает несколько врачей. Вот, и эти несколько врачей, ты, в принципе, часов за шесть ты их можешь как бы и увидеть. Там заодно тебе могут сделать, могут сделать и электрокардиограмму, там тебе могут сделать радио на легкие. Ну, короче, вот вы видите, вот эта улица. Она, конечно, сейчас стала невероятно развитой, огромной. Я помню просто в 90-е годы, когда мы сюда приехали, здесь меня один из русских знакомых, который меня на машине здесь что-то повез, я уж не помню зачем. И мы ехали, и он, видимо, хотел меня просто как-то, ну, впечатлить, что ли. И когда он с таким воодушевлением меня вез вот именно по этой улице, то здесь кроме, ну, наверное, двух-трех торговых центров ничего не было. Ничего всего того, что сейчас есть, этого не было. Это было просто, ну, как улица, как улица в каком-то поле. Вот, и были мойки, мойки машин. Были примерно через каждые 50 метров мойка машин, мойка машин, мойка машин, мойка машин. Это был, ну, как бы основной бизнес. Вот, и он меня с таким вот, ну, я не знаю почему, его так это воодушевляло все. Когда он меня вез и говорит, ну, как тебе, ну, как тебе вот, ну, как тебе Канада? Я ему, ну, извините за выражение, я просто скажу, как я сказал, это в прямом этом. Я ему говорю, ну, я говорю, не как, говорю, это просто полная жопа, куда мы попали. Ну, он на меня, конечно, за это, за все обиделся, и с тех пор он меня просто перестал, ну, как бы воспринимать, потому что я для него стал, ну, как бы, ну, чуть ли не классовым врагом, потому что для него он все, абсолютно все он воспринимал с каким-то невероятным воодушевлением и, я не знаю, благоговением, что ли. Ну, вы знаете, как я уже везде говорил, Канада, конечно, страна хорошая, но здесь есть очень много плюсов, очень много плюсов, ну, есть очень много недостатков. И в жизни нужно, знаете, жизнь всегда, она, как бы, она не состоит из черного и белого, жизнь состоит из многих цветов, поэтому нужно всегда относиться к этому, ну, как бы, реально. То есть есть хорошее, есть плохое, но в общем, в целом нужно всегда выбирать, как бы, из того, чего больше. То есть есть больше плюсов или больше минусов? Да, здесь плюсов больше. Кто-то вам, кто-то наверняка скажет, не-не-не, здесь больше минусов. Это просто индивидуальная оценка каждого человека, понимаете? Поэтому я освещаю мою личную оценку, вот, ситуации вообще нашей жизни. Вот. Было много историй смешанных, и я вам просто покажу и расскажу. Конечно, когда мы все, как бы, едем за границу куда-то, в Канаду, там, или в Америку, у нас всегда, всегда перед глазами какое-то вот такое, я не знаю, какой-то постер, как на стене, знаете, красивая картинка, да, там все, все классно, небоскребы, небоскребы, пальмы и моря. Ну, на самом деле, все не так. Когда вы попадаете в Канаду, то понимаете, что небоскребы, по сути, только в даунтауне, ну, то есть в центре города, вот. В остальных других местах вся Канада и вся Америка, это, на самом деле, это четырехэтажная Америка и Канада. То есть это небольшие дома, это четыре этажа максимум и все. Опять же, все, почему четыре, четыре этажа, потому что это все связано со строительными нормами, которые здесь тоже особенны, потому что если вы строите до четырех этажей, то вы можете строить все из дерева, если вы свыше четырех этажей, то нужны уже, как бы, бетонные по нормам перекрытия. Поэтому здесь дерева много, никто не заморачивается. И поэтому все основные постройки, все здесь, все, как бы, дома четырехэтажные. Поэтому. Красивые картинки, вы, конечно, это все хорошо про Америку, про Канаду, но реальность на самом деле здесь другая. Поэтому мы, когда приехали, мы когда приехали в свое время, и я увидел то, что я увидел, ну, грубо говоря, в первое утро, когда я проснулся на квартире у наших друзей, я сниму, я сниму, я обязательно просто поеду и сниму эти кадры, которые, ну, достаточно смешные. То есть эту улицу, этот дом, где мы жили, первые наши. Тогда мы просто приехали. Мы, конечно, из аэропорта нас везли на машине, все, мы ехали как раз через центр города. У нас там есть такая дорога, которая просто вскакивает, как бы, вы видите центр, небоскребы, все светится, и вы, как бы, под городом проезжаете. Мы приехали, конечно, ночью, и когда я проснулся утром, ну, я увидел, конечно, совершенно какой-то такой сельский пейзаж, ну, какие-то маленькие-маленькие постройки, домишки. Мы жили, по-моему, 5 или 6 этажей в нашем билдинге было. А вокруг все такие, ну, совсем уж маленькие-маленькие домишки. И что меня больше всего поразило во всем этом, что на улицах были просто тупо, друзья, были просто тупо деревянные столбы с трансформаторами, которые были к ним прикреплены. Вот. Я говорю, блин, куда мы попали, где наши вещи? Потому что, думаю, ну, это просто. У нас даже, ну, много, много ездя по стране, я видел, ну, как бы, такие, как бы, деревянные столбы. Это, ну, у нас там на исторической родине, это в таких, в каких-нибудь глухих селах и деревнях. Здесь это повсюду. Блин, вот вы, я специально это покажу, просто вы, когда вот с центральной улицы где-то вот уходите в сторону, все, уже, уже, у вас уже будут деревянные столбы. Вот сейчас просто подойдем, и я, если хватит батарейки, я просто не буду голословным и просто вам это покажу. То есть здесь какие-то, ну, вещи, ну, с другой стороны, ребята, ко всему надо относиться совершенно спокойно и достаточно хладнокровно, потому что я куда-то не туда зашел. Вот, потому что это все мелочи, это все наши, как бы, это наше существо такое, человечество, человеческое. Ну, мы все время чего-то с чем-то сравниваем. Здесь сравнивать нельзя, здесь это нужно, потому что мы, как бы, приехали в другую страну, поэтому эту страну нужно, нужно принимать, ее нужно воспринимать целиком, полностью. Вот вы ее, вот вы приехали и воспринимаете ее целиком, полностью. Вместе с ее плюсами, вместе с ее, вместе с ее, со всеми существующими недостатками, со странностями какого-то такого местного, ну, поведения местного населения, с их странностями, со многими странностями в их отношениях между, между друг другом и со всем остальным. Потому что, если вы будете это сравнивать, если вы будете говорить, да не, у нас лучше, да не, у нас тут все, как бы было не так, это круче, да, в чем-то у вас там круче. Вот. Вы можете любоваться, скажем, где-то бетонными столбами на улицах или еще чем-то, но, когда вы оглянетесь вокруг, там жизнь, это полное говно, может быть, где-то, в каких-то, для кого-то это может быть полный рай, понимаете, и это может быть стоять, стоять рядом, понимаете, если, если там кто-то живет чуть лучше, чем, чем другой, понимаете, там сразу начинают к вам присматриваться какие-нибудь, блин, засранцы или бандюки. А ну давайте посмотрим на этого парня, что он там такой, можно ли его тряхнуть или еще как-то. Знаете, здесь у меня вот, когда ты здесь начинаешь жить, здесь многие спрашивают, а вот чем тебя впечатлила больше всего вот жизнь здесь? Ну, знаете, как бы для местных это совершенно непонятно, если ты начнешь им там говорить правду, вот, то есть ты говоришь там, да, вот там, то это, там, пятое и десятое. Ну, на самом деле я вам могу сказать прелесть здешней жизни в том, что ты нафиг никому здесь не нужен. Вот, вот ты живешь, смотрите, вот стоит домик, видите, вот рядом стоят два дома. Один за 800 тысяч, а рядом стоит домишко, который стоит, ну, тысяч триста, пятьдесят, четыреста. Вот, если купить одну квартирку там. Вот. Смотрите. И здесь нафиг никому не нужно. На чем вы ездите? В каком вы тут что-то живете? Здесь вот все живут, и никому до вас нет дела. В этом вся прелесть жизни, вот этой жизни. А вот, кстати, видите, вот они эти столбы деревянные. Видите? Прямо за мной, с трансформатором. Обычные, тупо деревянные столбы. Вот они прям по всей улице. Смотрите, я сейчас вот выверну камеру и просто покажу. Смотрите, вот он деревянный стол. Видите? Вот эта вся типичная, типичная канадская улица. Это вы найдете абсолютно, смотрите, абсолютно во всех городах, городах и весях Канады и Америки. Это вот типичная. типичная. Вот этот наш комплекс для старичков. Ладно, друзья, а то мы начали за здоровье, закончили за упокой. Давайте, будем заканчивать уже этот репортаж. Он получился достаточно длинным. Вот. Ну, таким, без этого, без каких-то там подготовок. Просто хотелось до вас немножко донести вот прелесть этого холодного, конечно, но шикарного утра солнечного. Солнце здесь у нас в Кубеке бывает очень редко, поэтому когда есть солнце, мы пытаемся всегда, конечно же, выходить на улицу, гулять, вот, потому что это, это не юг и не юг Франции, где где 360 дней, 300, 300, 360 дней солнца. Здесь солнце у нас гость очень редкий. Поэтому иду забирать мою супругу. У нее, наверное, уже закончились тесты. Вот. И поедем дальше. Так что, ребята, спасибо, что вы все это смотрели, если у вас хватило терпения все это посмотреть. Если вам интересно, что говорит ваш визави, пишите, комментируйте. Буду очень рад. Если вам, конечно же, понравилось, подписывайтесь на канал, вы поможете, поможете развитию и подхлестнете нас еще, еще больше ко всяким прогулкам, к снятию других репортажей. Потому что нам очень интересно. Надеюсь, что вам интересно это все будет смотреть. Все, пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok